Доброе утро! Тема дня – еда. Я сегодня хочу вам рассказать о взаимопроникновении кулинарных обычаев Руси и России. Сибиряки и уральцы принесли в быт москвичей пелемени и шайнишки. Белорусы и украинцы – свиное соленое сало. Из Новороссии в русские города был внесен в 20-е годы обычай готовить куриный суп с лапшой, который со временем стал общесоюзным блюдом. Из одесских ресторанов был извлечен бестроганом, превратившийся из искорюпительского блюда чуть ли не в общенациональное. Петербургские новомихайловские котлеты из меню ресторана купеческого клуба невидом путем попали во времена Гетмана на Украину и спустя несколько лет превратились в котлеты по-киевски. Как новое блюдо прочно вошли в общесоюзное ресторанное меню. Из Прибалтики в поседневной кухне русских областей попали сырники и другие молочные блюда. С Украины варенники и особенно борщ, кое-где даже вытеснившие среднерусские щи. Наконец, большинство яичных, молочно-мучных и молочно-растительных блюд, так называемые диетические блюда, под которым с 20-30-х годов подразумеваются все паровые, нежаренные, протертые, отварные блюда из мяса, рыбы и овощей. Они пришли в общественное питание нашей страны из немецкой, прибалтийской и особенно из еврейской кухни. Спасибо за внимание.